привет всем кто что на мой канал сегодня хочу показать как флеговать и ухаживать за мебелью в огороде за деревом как ухаживать то есть как вы видите этот стол за время за год где чашку кофе поставил где там еще что-то уронил разлил и то есть привести его немножко в порядок для это делается в принципе просто элементарно берем не наждачную бумагу а вот такую как говорится мочалку жесткую который продается в любом баухаусе в любом строительном магазине то есть чтобы и не шибко шлифовать ну содрать вот этот верхний нехороший слой грязи и всего остального то есть мебель за лето становится хуже да это в принципе любое чего дерево можно делать то же самое элементарно простой способ но зато уже сохранить свою мебель кстати что такая озвучка просто когда я снимал это видео соседи включили музыку ну а так как youtube банит за всю эту музыку пришлось переозвучивать по новой ну и кстати да изменения в канале то есть времени у меня катастрофически не хватает на канал то есть вообще работы много то да все ну и поэтому где-то за не занимается моя жена то есть либо я переозвучивать мои видео которые уже отсняты либо снимает то есть и легче по немецки поэтому до видео будут еще и на немецком языке то есть буду стараться делать двух экземпляр ну и на русском и на немецком будут видео выходить по возможности но когда чуть расхлебаются и немножко станет времени побольше ну в общем вот так натираем этой мочалкой потом все отряхиваем от пыли пыли не должно быть использовать вы можете либо глазурит вот этот есть либо масло для мебели в принципе она не для мебели а для вот именно для огородной мебель мебели то есть в принципе она однотипно и действует очень хорошо делается очень просто элементарно даже если нет времени вот так отшлифовать хотя бы нанести то вы сохраните свою мебель но это естественно не касается лакированной мебели это касается чистого дерева если вы даже взяли чуть темнее тон они разные тона чуть темнее тону он вам не понравился то поверьте через год стол опять выцветит и можете сделать по новой уже в тот тон который вы хотите ну конечно тон светлее чем дерево и этими вещами вы не сделаете это можно сделать только лаком или всем но не лазуритом делается это при температуре где-то плюс 4 градуса не больше эти лаки действуют иначе он не ляжет как надо то есть надо успеть осенью то есть германии здесь все равно вот сейчас декабре у нас стоит плюс 11 и я могу принципе занялся это уже зимой но кто-то может заняться осенью если в сибири там минус 40 или чё то сами понимаете нужно успеть вот такая это жидкость она практически как вода то есть наносить ее элементарно это не лак даже если где-то будут потеки они все равно уйдут дерево впитает в себя то есть не бойтесь наносить и при том же лучше нанести в два слоя то есть высохнет за сутки потом нанести еще второй раз наносить на все части чем постелите вниз и реально можете наносить столько сколько хотите чуть больше чуть меньше блин в целях экономии сильно не разбрызгивать но в принципе вы не испортите как лаком то есть если от лака останутся потеки то это будет видно а здесь все нормально элементарно промазываем абсолютно все то есть не стесняясь и внутреннюю наружную сторону вот если есть в этом столе вот они узковатые щели да и поэтому ну дело чуть побольше что просто вы тещали все проходило то есть вот такое ну как я говорил что у меня видео будет идти теперь на немецком я все свои старые видео буду переводить по возможности вернее моя жена будет переводить на эти языки поэтому то есть у меня есть и немецкие подписчики и это те кто спрашивает почему начал канал на немецком а сейчас пришел на русский поэтому буду делать на двух языках так не стесняясь промазываем вам насчет озвучки да я вам сказал бы соседи включили музыку это как youtube строгий не знаю какая лицензионная какая лицензионная музыка то приходится озвучивать так видео я же буду стараться такого не делать но бывает и так ну как я говорил не бойтесь там на ляпать или чё блин потому что это все стечет это без проблем она действительно вот этот лазурь лазурь либо вот эта маска она буквально как вода то есть что-то потекло что-то это делать вы можете любую мебель либо вот такие тонкие столы либо там целые брусья наносить я говорю даже если вам не понравился цвет через год он выцветит засыхает она быстро тоже буквально пару часиков все высохся но лучше чтоб сутки основательно просохла и тогда можно дальше пользоваться мебелью либо убрать его куда-то подвалу либо накрытие то есть продаются и тем чем накрывать краска элементарно продается в баухаусе но за сколько вот эту баночку наверно уровень за пять купил и мне вот этот стол с лавкой но уже третий год можно и тогда вы не боитесь там что-то испачкать что-то разлить что-то еще то есть даже если вы летом ну что-то накосячили там я не знаю кофе поналили на него или гулянка было все поналили то также прошли с этой как и он были не знаю как называется люди по такой жесткой тряпочки блин и натерли этим лазуритом и все вот как видите низ уже закончил начинаем наверху мазать все промазываю полностью не жалея этого немного потеряете на лазурите ну зато как говорится сбережете свою мебель сарта деревьев тоже не важно наносится на любой хоть вы из дуба делаете хоть из вишни хоть из чего хотите кисточка тоже простая кто-то еще говорил что нужно вас и другие этому таким водой давлением проходить мебель я не рекомендую потому что больше портите мебель это да если какие-то брусья что-то это то еще можно а так лучше просто чуть шлифануть собрать этот верхний слой на первый раз уже прекрасно получается но я всегда делаю на два раза поэтому тогда вообще получается полностью шикарно практически как новое как из магазина вот и такая у меня еще есть лавочка с ней происходит то же самое также прочищаю этой губкой это губка специально в баухаусе это не для мытья посуда она немножко царапает немного сдирает свой но она не шлифует как наждачная бумага но если нет такой губки можно очень мелкую наждачную бумагу то есть в принципе тоже пойдет конечно лучше сделать вот такой губкой но если нету то можете взять маленькую наждачную бумагу крупная не надо останутся разводы ведь полосы очищаем все все щели все куда у нас зайдет краска делаем точно также с двух сторон не стесняет сверху снизу начинать сверху ли снизу это вообще по барабану как вам нравится обмели а пыли пыль малярки всегда не очень хорошо такое вот этим лазуритом ну лазурит принципе любой мне просто какой попался такой взял я делал разным то есть делал настройках это когда делали там эти домики вот эти для гарта на их тоже наносили этим лазуритом есть деревянные домики для гарта на тоже прекрасная вещь тоже сохраняет дерево тоже есть зеленого цвета есть это такого коричневого темно-коричневого светло-коричневого берете любой и вперед из песней и ваш домик в гарте не будет стоять вечно и лес паразиты тоже химию не любят поэтому и от паразитов счет всяких которые поедают дерево ну не сильно уберегете но все равно по крайней мере будет меньше их вот как я говорил что наносите не стесняюсь при том что это не лак вот я просто для примера нанес на пол лавки да когда лак нужно целиком проходить здесь все равно вы можете пол и половина покрасить завтра еще половина это я просто для наглядного пособия сейчас чтобы показать как отличается то есть получается когда покрасили оно практически как новое чем от нового не отличишь так ну вот видите разницу то есть земля и небо ну вот я буду докрашивать я докрашиваю да и озвучиваю уже после окраски короче вот докаж ну а кому понравилось кому это пригодится подписывайтесь ставьте лайки удачи всем до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...